Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Москва и Тегеран прорабатывают возможность огромных, до 110 миллиардов кубических метров в год газовых поставок в Иран. В перспективе это поможет России выйти на газовый рынок Индии, сообщили в новостях. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финниверситета при правительстве РФ Станислав Митрохович, а также облегчит ведение газовых переговоров с Китаем. Пока это не контракт, это лишь соглашение о намерениях, напомнил эксперт. В Иране и своего газа достаточно. Правда, там добыча сконцентрирована на юге страны, а существенная доля потребления – на севере, и в какой-то мере Газпром мог бы поучаствовать в газификации северных территорий Ирана. Для этого еще в конце июня между Газпромом и национальной газовой компанией Ирана был подписан меморандум о возможности трубопроводных поставок голубого топлива из России в Исламскую Республику. Сейчас министр нефти Ирана Джавада Ауджи раскрыл детали соглашения, предполагается построить газопровод по дну Каспийского моря мощностью почти 110 миллиардов кубов в год. Это больше, чем совокупная мощность двух северных потоков и сопоставимо с объемом экспорта Газпрома в Европу до 2022 года. Поставки в таких объемах покроют примерно 45% потребления газа в Иране. Иранскому рынку столько газа попросту не нужно, озвученные объемы поставок до 300 миллионов кубов в сутки для этой страны явно избыточны, уверен Митрахович. В этом случае речь может идти о выходе на рынки соседних стран и в первую очередь Инди. В этой стране самое большое в мире население и закупки газа здесь будут только расти. Поэтому строительство газопровода из России в Иран по дну Каспийского моря в перспективе вполне можно оценить как совместные усилия Москвы и Тегерана по выходу на индийский рынок. Правда, для этого придется тянуть трубу через Пакистан, что представляется довольно сложной геополитической задачей, в этой стране довольно сильное влияние США. Альтернативным маршрутом может быть подводный газопровод, допускает эксперт. В свое время даже был такой меморандум, но этот проект пока никак не проработанный, о сроках его реализации ничего не известно. Поэтому пока в практической плоскости рассматривать строительство сверхмощного транскаспийского газопровода не стоит, но даже в таком предварительном виде он может принести нашей стране ощутимую выгоду. Российско-иранское соглашение пока выглядит как манифест Газпрома и впредь разворачивает свою активность в сторону глобального Юга и Юго-Востока и прежде всего в сторону Индии, считает Митрохович. В случае реализации проекта Россия получит двойную выгоду. Помимо того, что мы обеспечим себе новый, огромный рынок сбыта, Россия уйдет от монополии одного покупателя – Китая. Даже сам факт наличия такого соглашения, пусть и не обязывающего, уже облегчит нам газовые переговоры с Китаем. Еврочиновники доводились санкций против нас. Тамошние бизнесмены из-за неподъемных счетов за газ начали уносить ноги из Европы, сворачивать бизнес и переносить производство в США. Перенести завод – решение серьезное, и если бизнесмены начали это делать, значит они убедились, что найти замену российскому газу у европейских политиков не удастся. Евробюрократы обещают найти альтернативу русскому газу, когда многие уже обанкротятся. Да и можно ли им верить и где гарантия, что найдут? Дадут ли вообще штаты Европе найти газ? Ведь отток производств, капиталов и специалистов из Европы в США выгоден Америке. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Россия любопытным образом отнеслась к попытке Болгарии взыскать с нее сотни миллионов евро. Такими выводами поделились журналисты из Китая. По мере ухудшения отношений между Россией и Западом, поведение американских союзников становится все более худшим. Теперь они не только вводят санкции, но и пытаются за ее счет компенсировать, которые сами же понесли из-за этих ограничений. По словам китайских журналистов, некоторое время назад отличилась Болгария, которая пытается взыскать с Москвы долг в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщает издание САХУ. Болгария, будучи американским союзником, активно поддержала санкции. Однако ограничения не принесли бы горам никаких выгод. Напротив, страна погрузилась в энергетический кризис, рассказали авторы китайского издания. Обозреватели САХУ констатировали, что Болгария много лет закупала российский газ, однако на фоне санкций и ухудшения отношений прекратила это делать. Предполагалось, что это нанесет непоправимый финансовый урон России, но вышло все ровно наоборот. Болгария была вынуждена начать покупать газ у других поставщиков по куда более высоким ценам, в итоге страна понесла большие убытки. Теперь же София пытается компенсировать ущерб. В Болгарии заявили, что Россия в лице Газпрома якобы задолжала ей 400 миллионов евро в качестве компенсации за непоставленный газ. Теперь же София требует погасить эти долги и с такими претензиями обратилась в Москву напрямую. Как отметили в Китае, ответ Москвы вызвал возмущение у болгар. Требования Болгарии заставили Россию плакать и смеяться, пишут авторы китайского издания. Ожидалось, что требования Болгарии заставят Россию понервничать, так как 400 миллионов – довольно серьезная сумма. Однако вышло все несколько иначе. Судя по реакции официальных лиц и прессы, в РФ были порядком удивлены наглостью болгар, пытающихся за чужой счет исправить свои ошибки. В то же время действия Софии вызвали улыбку. Им дали понять, что никаких денег они не получат. Поведение России вызвало негодование в Болгарии. В итоге представители последней недавно обратились в суд. По мнению китайских журналистов, шансы Софии хоть что-то получить с Москвы равны нулю. Не успели выбрать на пост президента Ирана Масуда Пизишкиана, как он заявил о желании подписать с России такой же договор, как ранее подписали Путин и Ким Чен Ин. Таким заявлением новый президент вызвал волну негатива со стороны Вашингтона, хотя ранее неожиданная победа Пизишкиана вызвала на Западе оптимистические отклики. По итогам досрочных выборов, после инцидента с президентом Раиси, новым президентом Ирана стал бывший кардиохирург, либерал Масуд Пизишкиан, сторонник многовекторной внешней политики. Российские СМИ после его победы на выборах писали о возможном охлаждении российско-иранских отношений. В нынешних условиях вряд ли могут быть корены изменения в российско-иранских отношениях, но возможны нюансы негативного свойства. Установление отношений с Западом требует от Ирана компромиссов в отношениях с Россией. Европейцы и американцы потребуют снижения активности российско-иранских отношений, говорил востоковед Владимир Сажин. На Западе же, наоборот, считали, что новый президент начнет отходить от выстраивания близких отношений с Россией и Китаем. «С приходом Пизишкиана есть возможность смягчения абсолютистской внешней политики Ирана, что вселяет надежды на более теплые отношения с Западом», писали в New York Times. В предвыборной кампании Пизишкиан делал упор на многовекторную политику Ирана. Не отрицая хороших отношений с Россией, Китаем и Индией, он обещал установить политические и экономические отношения с Европой и США. Джалили же был настроен продолжать политику бывшего президента Раиси в отношении тесного сотрудничества с Россией. Однако, как только Масуд Пизишкиан был выбран президентом Ирана, он заявил о желании подписать с Россией такой же договор, как ранее был подписан между Путиным и Ким Чен Ином. При этом в Иране объявили, что с их стороны все готово. Наверняка даже галочкой обозначили, где подписывать надо. Речь идет о договоре о всеобъемлющем партнерстве между Корейской Народно-демократической Республикой и Россией. Изначально, после выборов в Иране, США не критиковали нового президента. Но через пару дней появились весьма негативные высказывания из Вашингтона. «Выборы в Иране не являются демократическими и не обеспечат легитимность иранской власти», – заявил логосекретарь США Кандализа Райс. «Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану. В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам», – заявил представитель Госдепартамента. Видимо, в США сначала выяснили через свои бизнес-круги, готов ли там либеральный лидер Ирана сдать страну в руки транснациональных американских корпораций. Ну и как вы понимаете, либерал совсем неправильный оказался. Прямо как Владимир Жириновский. Его тоже поначалу приглашали в Советы Европы и на другие западные посиделки, все-таки как-никак крупнейшая либеральная партия России. А потом Вольфович пару раз так отморозил, выступая с высоких трибун, что одни, сидевшие на заседании, посидели на глазах, а остальные до конца заседания просто держались за головы. С тех пор, в принципе, Владимира Вольфовича никуда не приглашали. Вот и в Иране оказался не такой либерал у руля. Потому как первым делом он объявил, что хочет того же, что Россия подписала недавно с Корейской народно-демократической республики.